Центр помощи семье и детям Садко получил грант на Всероссийском конкурсе, организованном фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из полутора сотен работ выбрано 43 лучших. Среди них Ямальский центр Садко, ставший обладателем безвозмездной субсидии в размере порядка 5 миллионов рублей. Учреждение представило проект «Социальный конструктор» для оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также их семьям. В основе идеи 8 социальных технологий, включающих в себя психолого-педагогическую поддержку, детский фитнес, курсы для родителей по работе с детьми на дому. Как будет реализовываться проект, об этом наш следующий материал. Акватерапия – одно из направлений реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В центре Садко с такими детками занимаются вот уже почти 20 лет. Но с апреля этого года качество помощи улучшится. Благодаря федеральному гранту в размере 5 миллионов рублей вскоре центру удастся закупить реабилитационное оборудование, а также запустить новый соцпроект. В рамках проекта будет открыта новая социальная служба, которая называется «Социальный конструктор». На выделенные деньги, на эти 5 миллионов, у нас будет закуплено новое оборудование реабилитационное, будут обучаться специалисты на эти деньги, которые будут вести эту работу. В проекте примут участие добровольцы, специалисты других учреждений, с которыми мы заключаем в рамках нашего проекта социальные договора и будем реализовывать проект при их помощи. Проект «Социальный конструктор» специально для конкурса разработала заведующий отделением психолого-педагогической помощи Ольга Усатенко. В основе идеи 8 социальных технологий. Это психолого-педагогическая поддержка, детский фитнес, курсы для родителей по работе с детьми на дому и другое. Их цель – повысить доступность и обеспечить непрерывность реабилитации юных ямальцев. Мамы на коленках будут приходить дети с родителями и будут от нуля до трех лет и будут получать наши социальные услуги. Друг вокруг – это тоже новая технология, это коррекционная технология, то есть наши специалисты, наши социальные педагоги, наши психологи будут оказывать коррекционную работу детям с нарушениями в развитии. И добрый помощник – это оказание медицинской и психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. До момента внедрения идеи в жизнь пройдет как минимум два месяца. Сейчас оформляют договор на финансирование, а выигранную сумму центр будет получать постепенно. Вся эта сумма грантовая будет выдана не сразу, а согласно заключенному договору, по определенным этим договорам периоды времени, то есть начиная с апреля 2021 по сентябрь 2022 года, финансирование будет осуществляться поэтапно. Согласно финансовому договору, основная часть суммы – 4 миллиона 300 тысяч рублей – пойдет именно на приобретение нового реабилитационного оборудования. Список пока уточняется. Но уже известно, что в центре появится установка экотерапевтического модуля «Зеленый уголок». Он поможет особенным детям лучше познать растительный мир, а также снять напряжение. А для развития понимания речи и слуха – игровой модуль «Улыбка», где для каждого ребенка подберут индивидуальные занятия. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова